Привет, я Кристина Терещенко. Продолжаем информировать вас о вторжении России в Украину и о происходящем в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии фронта. Это новый выпуск дайджеста новостей Донбасса. Подпишитесь на канал сейчас, чтобы не пропускать наши ежедневные выпуски. Из блокадного Мариуполя, который обстреливается российской армией, вот уже в течение двух недель удалось эвакуироваться части людей. Запорожский городской совет, куда прибывают беженцы из Мариуполя, сообщает о почти 5000 людей только за сегодня, 16 марта. Днем ранее, было озвучено еще порядка 3000 человек. Всем им предоставлена необходимая помощь. По информации от наших источников, которые были в эвакуационной колонии, еще часть людей все еще находится во временно оккупированном России Бердянске. Есть проблемы с дефицитом топлива, чтобы можно было продолжить движение дальше. Также власти Мариуполя напоминают, в финальной точке в Запорожье центры регистрации находятся по адресу рекордная 41. Не рекомендуют в целях безопасности выезжать в дорогу, если прибытие будет после шести вечера. В офисе президента говорят, что в общей сложности на частных автомобилях из Мариуполя выехало порядка 20 тысяч человек. Но есть и плохие новости. Одну из колонн эвакуационных машин российские военные расстреляли в Запорожской области. Пока известно о пяти раненых, один ребенок в тяжелом состоянии. Из-за обстрела вдоль трассы начался пожар. Россия начала обстреливать Мариуполь ракетами с моря. Корабли расположились в районе села Белосарайская коса. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. И пока люди и так на грани выживания под постоянными обстрелами, российские оккупанты захватили областную больницу, сообщает медийная инициатива за права человека. По данным правозащитников, с 14 марта россияне заняли больницу интенсивного лечения. Персонал и пациенты не могут покинуть здание под угрозой расстрела. Ссылаясь на очевидца, организация сообщает, что те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями. Кроме этого, правозащитники сообщают о попытке оккупантов спровоцировать обстрел больницы украинскими войсками. Те обстреливают позиции украинских армий из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь. Более того, российские военные выпускают на свободу заключенных мариупольского СИЗО. Донецкая областная прокуратура сообщает о том, что были выпущены двое подозреваемые в незаконном лишении свободы человека, разбои и вымогательстве с применением насилия над потерпевшим, совершенном организованной группой. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко объявил о сборе данных людей, пропавших без вести в Мариуполе. Всю информацию о ваших родных и друзьях необходимо заполнить в специальную форму, ко всем данным в которой доступ будет только у областной администрации, волонтеров и правоохранителей. За минувшие сутки при эвакуации людей из Изюма Харьковской области был расстрелян автобус. Жертв нет. Обстановка в Изюме также усложняется и близится гуманитарная катастрофа, подобная Мариуполю. Украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что сегодня, 16 марта, удастся успешно запустить гуманитарный коридор. В Луганской области ситуация ухудшается. Прошлой ночью и сегодняшним утром города Северодонецк, Рубежная, Лисичанск пылали от пожаров жилых домов из-за обстрелов со стороны России. Есть жертвы среди мирного населения. В Рубежном ликвидировано 12 пожаров, в Северодонецке 7 возгораний в жилых домах. В частности, в Рубежном противник открыл огонь по зданию бассейна. Он полностью уничтожен. Луганская область превратилась в одну из самых горячих точек Украины. Российским силам удалось оккупировать 70% территории региона. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что захватчики обстреливают все города, которые сейчас находятся под контролем Украины. Ситуация тяжелая. Обстрелы идут повсюду. Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежная, Кременная. Сейчас так идет линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру. Школы, больницы, садики бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстанавливать и не согласовывают гуманитарные коридоры. В оккупированной российскими прокси Макеевке упал очередной обломок ракеты комплекса «Точка-У». Есть пострадавшие среди мирного населения. Повреждения получили также несколько жилых домов. Что касается предыдущего попадания обломков в центре Донецка, расследовательская группа «Конфликт Интеллидженс Тим» считает, что удар по Донецку ракетой комплекса «Точка-У» вероятнее всего произошел с подконтрольной россиянам территории. К сожалению, пока ни опровержения, ни подтверждения эта информация не получила. Позитивная тенденция к наступлению мира в Украине, кажется, отслеживается в переговорном процессе. Издание Financial Times со ссылкой на источник пишет, что Украина и Россия разработали план из 15 пунктов, включающий прекращение огня и вывод войск РФ при условии нейтралитета Украины и сокращения численности украинских войск. А член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о якобы подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Пока это все, но в нашем телеграм-канале новости Донбасса оперативные обновления буквально каждую минуту. Подписывайтесь и будьте в курсе всего о войне в Украине. Такие дайджесты, как этот, каждый день выпускаем на YouTube-канале. Делитесь этим видео с родными и друзьями, а в комментариях рассказывайте, какая обстановка сейчас в ваших городах. Будем все читать. До встречи и берегите себя!